Привет друзья! Наконец-то мы подошли с вами к финалу сборки обновленного самосбора All-Inclusive, который чем-то напоминает обычный кит-набор из Китая. А учитывая мои подробные видеоинструкции, то каждый из вас сможет его собрать самостоятельно без специального инструмента, так как все за вас уже сделали специалисты на специальном оборудовании. Итак, начнем сборку с установки стола на 24 вольта, с областью печати 310х310. Но как оказалось, длины провода не хватает для качественного монтажа, поэтому мне пришлось удлинить провода термодатчика и провода питания самого нагревательного стола, который имеет сечение 1,5 квадрата. В ближайшем радиомагазине я докупил нужное сечение. И здесь меня очень хорошо выручили готовые порезанные термоусадки из Китая. Кстати, очень удобно и компактно. Также прикупил набор клемм для облегчения монтажа через мосфет. Но чтобы наш стол работал более эффективно, утеплим его специальной подложкой. Но сперва подготовим и обезжирим поверхность. Подложка имеет клейкую основу и держится просто великолепно. Чтобы проводка не мешала в работе, скроем ее кабель-каналом от магазина Mellow Store, который себя отлично зарекомендовал. К сожалению, кабель-канала мне не хватило для полного монтажа, и поэтому испроектировал такой же в Autodesk Inventor и распечатал из пластика пэтч. Кабель-канал получился весьма хорошо и идеально подошел к заводскому, но все же прочности и надежности ему не хватает. Поэтому лучше, конечно, прикупить уже готовое решение и тем самым сэкономить и нервы, и время. В раме стола я просверлил отверстие, куда и прикрутил наш кабель-канал. Через него пропустил все провода, и после этого зафиксировал внизу на опорном профиле с помощью винта М4 с Т-образной гайкой. А провода от моторов поместил в гибкий канал, который прекрасно укладывается в V-образный вырез нашего профиля, и тем самым не портит внешний вид. Точно так же я поступил с остальными проводами, идущими от нашего хот-энда, моторов и остальной электроники. А мы переходим к монтажу передней панели, на которую нам еще предстоит установить множество различных деталей. Но сперва прозинкуем отверстие под потайные винты М4-6 с Т-образными гайками. Нажив винты, переходим к установке панели на принтер. При этом проверьте, чтобы не было перекосов и зазоров между профилем и самой панелью. На 3D принтере НД3 я распечатал все необходимые детали для монтажа из пластика пэтш от компании Плексивайл. При этом качеством печати и прочностью деталей остался очень доволен. И в этом есть также заслуга роликов в OpenBuilds на поликарбонатной основе от украинской компании, о которых я расскажу уже в следующем видео. Сейчас они пока еще в режиме тестирования, но уже показали себя с наилучшей стороны. Если же у вас нет второго принтера, как у меня, то можете напечатать эти же детали на вашем же самосборе, так как он полностью готов и работоспособен. На переднюю панель мы ставим гигрометр для контроля температуры и влажности внутри блока с электроникой. Благодаря точным посадочным местам он вставляется идеально. Точно так же размещаем выключатель питания принтера, который выполняет функцию аварийного отключения в нештатных ситуациях. Для удобства мы будем использовать два удлинителя microSD, которые предварительно вставили в напечатанные формы. Нижний картоприемник отвечает за прошивку материнской платы, а верхний за прошивку TFT-экрана версии 2.0, а также печать 3D-моделей. Это очень удобно, когда вынесены эти разъемы на переднюю панель. Теперь для красоты установим рамку на TFT-экран и зафиксируем винтами M3-12 и гайками M3. В отличие от материнской платы, у TFT-экрана разъем предназначен для SD-карт, а я к сожалению ошибся и при покупке купил удлинитель microSD-microSD, а нужно было взять microSD-sd. Поэтому пришлось использовать переходник от Samsung, из-за чего шлейф удлинился и немного начал выпирать за пределы корпуса. Передняя панель у нас размещена под углом 30 градусов, и чтобы красиво и практично закрыть внизу нишу, я спроектировал специальный поддон, который состоит из двух частей, соединенных винтами M3, и который крепится к профилям принтера с помощью винтов M4-10 и T-образных гаек. Все размеры оказались в допусках, и поэтому поддон встал на свое место как родной. Но самое главное, это надежная защита от пытливых ручек моей любимой дочки, что для меня это первостепенно. Ну и конечно же, давайте полюбуемся красивым внешним видом панели. На ней присутствуют все необходимые элементы для управления принтером. Ну и самое главное, она ничем не уступает заводским стандартам. А мы переходим к установке верхней платформы. И сразу же давайте прикрутим распечатанные завесы для крепления крышки нашего принтера. С обратной стороны завеса будет установлена пластина с посадочными местами под гайки M4 для распределения нагрузки. Так как изначально планировалось использоваться стекло, но с ним возникли некоторые сложности, и поэтому будем использовать акрил, порезанный на лазерном точном оборудовании. Верхнюю панель прикручиваем к остальным винтами M4-6 и фиксируем гайками M4 с обратной стороны. При этом давайте сразу установим и гигрометр на переднюю панель. Он будет показывать нам температуру и влажность внутри термокамеры. А справа разместим кнопку включения светодиодного освещения на 24 Вольта для подсветки рабочей области печати. И вот так вот будет выглядеть наш 3D принтер сверху. Теперь давайте завершим подключение электрики к нашим выключателям, так как 220 Вольт это не шутка, поэтому используйте качественные надежные разъемы. Теперь нам остается установить боковую панель, в которой также нужно прозинковать все отверстия под потайной винт M4-6. На этой панели присутствует точный вырез под ручку с элементом гибки, который сделала мне компания Martin Seed Plus. Но чтобы уменьшить нагрузку на этот элемент, в случае необходимости перемещения принтера на новое место, из пластика пэш я распечатал специальный кожух, который мы одеваем в посадочные места на панели и фиксируем длинными винтами M4-45. А теперь очень важный лайфхак для Т-образных гаек. Чтобы наши гайки правильно фиксировались в профиле, с помощью пассатижи немного деформируем резьбу на винте M4-6. При этом Т-образная гайка накручивается уже с натягом и обеспечивается 100% фиксацией на станочном профиле, без выпадания. Теперь выставляем панель и фиксируем шестигранником, при этом не забывая прикрутить еще и к верхней панели винтами M4-6. Переходим к монтажу светодиодной ленты на 24 Вольта, которая обладает влагозащитными свойствами и вскрытой специальной прозрачной оболочкой. Отмеряем нужное количество рулеткой и отрезаем в специально предусмотренном месте, при этом ничего не запаиваем. Проверяем работоспособность блоком питания принтера или же ноутбука. Клейкая основа у ленты слабая, и поэтому я решил усилить клеющие свойства с помощью двухстороннего миллиметрового скотча. Нарезал нужное количество полос, приклеил к ленте и обойным ножом отрезал лишнее. В итоге получил очень качественную клеющую поверхность и красивый внешний вид. К самой же ленте припаял провода с клеммами для подключения к выключателю. И в итоге у меня получилось две светодиодные ленты, одна из которых будет освещать рабочую область, а вторая блок с электроникой. С левой стороны я разместил выключатель в нашей подсветке, а на задней панели нашего принтера установил саму светодиодную ленту. В итоге мы получили хорошее яркое освещение, которое позволит без труда проводить технический осмотр или же модернизацию принтера. Более длинную ленту мы подключаем к верхнему выключателю и проводим ее по внутреннему контуру панели нашего принтера. Но при этом не забываем установить и вторую боковую панель, к которой также крепится эта лента. Ну что ж, давайте проверим работу освещения, как рабочие области принтера, так и блока электроники. А чтобы наша электроника не зажарилась на жаре, организуем ей достойную вентиляцию на базе 80-х вентиляторов, так как, к сожалению, 90-е и 120-е попросту не влезут в нашу конструкцию. Учитывая то, что вентилятор работает от 12 вольт, а блок питания в два раза больше выдает, то с помощью последовательного подключения двух вентиляторов мы и получим нужный вольтаж в 24 вольта. Управляющие желтые провода нам не нужны, но чтобы их не отрезать, соберем в один штекер, мало ли вдруг потом пригодятся. Согласно последовательной схеме мы спаиваем красный провод от первого вентилятора и черный от второго. Остальные два провода, красный и черный, обжимаем контактами для дальнейшей установки в двухпиновый разъем. В итоге мы получаем последовательное соединение и увеличение вольтажа с 12 до 24 вольт. Такую же операцию проводим со второй парой вентиляторов. Обе пары вентиляторов будут запитываться от одного источника. Соответственно соединяем оба провода в один, соблюдая полярность и подсоединяем уже к понижайке LM2596. Хотя можно подключить и напрямую к блоку питания 24 вольта, так как теперь вольтаж позволяет это сделать. Переходим к монтажу. Для вашего удобства рекомендую сделать небольшой лайфхак. С помощью суперклея фиксируем гайки М4 на поверхности вентилятора и тогда будет намного проще осуществить установку. Будьте внимательны, с одной стороны вентилятор работает на вдув, а с другой на выдув. Кстати вентиляторы попались очень тихие, но при этом достаточно мощные. С блоком электроники мы закончили и поэтому давайте закроем его двумя съемными крышками, которые предварительно прозинковал и наживил винты М4-6 с Т-образной гайкой. Благодаря такой конструкции у нас теперь есть свободный доступ к электронике и электрике, что немаловажно. Чтобы расширить возможности принтера, я распечатал два держателя филамента, так как в дальнейшем планирую использовать двойной экструдер. Держатель состоит из основы с прессованными гайками М4 в посадочные места. В эту же деталь нам нужно вставить резьбовую шпильку 80 мм длиной с накрученной гайкой и с обратной стороны зафиксировать второй. После чего одеваем вторую деталь, в которую предварительно устанавливаем два 608 подшипника для более плавного движения филамента. Ну и фиксируем, конечно же, механизм контргайкой. Тем самым мы избавимся от своевольного раскручивания и запутывания пластика. Держатели филамента мы прикручиваем в специальное отверстие на задней панели. После этого одеваем нужную бобину и фиксируем ее плашкой. Так как у меня стоит сейчас одинарный экструдер, то на втором держателе мы можем разместить филамент для просушивания в камере при следующей печати. Чтобы закрыть нашу камеру, я хотел сделать дверки из стекла, но она оказалась очень тяжелым, хрупким и требующим дальнейшей обработки. Поэтому свой выбор остановил на 5 мм акриле. Он обладает превосходной прозрачностью, менее хрупкий, при этом легкий и самое главное не требует никаких обработок, так как все детали из акрила мне вырезали на точном лазерном оборудовании в компании Vector 8, которая специализируется на резке, фрезеровке, гравировке различных материалов, начиная от кожи и тканей и заканчивая картоном, пластиками и даже вспененным стирадором. Качеством порезки я остался очень доволен. Диаметрия в допусках, торцы ровные, без оплавлений. Ну и самое главное, за вас уже сделаны все нужные отверстия для крепления, так что с чистой совестью могу рекомендовать Vector 8 своим уважаемым зрителям и подписчикам. Для начала установим магнитные ручки. В специальных пазах вставлен магнит и прикручен саморезом. И как видите, работает просто великолепно. Ручка крепится к акрилу с помощью распечатанной пластины с прессованными гайками М4. Такими же пластинами мы крепим акриловую дверь к распечатанным завесам. При этом конструкция получается весьма надежной и практичной. Все-таки я не ошибся с акрилом. Это действительно очень хороший материал. Но самое главное, что все размеры идеально подошли. И практически нет зазоров между корпусом и дверьми. А это немаловажно, особенно при печати в термокамере АБСом и нейлоном. Верхняя крышка получилась также без изъянов и косяков. Она дает свободный доступ к нашему хот-энду и механике. Ну а также служит своеобразной форточкой от перегрева. Особенно это очень важно при печати легкоплавкими материалами, такими как пыла и пэтч. Ну и в заключение нашей сборки давайте установим обдув детали, который был распечатан из АБС пластика. В него очень плотно входит кулер-улитка. И поэтому не требует дополнительного крепежа. Сам же обдув крепится к раме хот-энда с помощью винта М3. И имеет специальный вырез для регулировки высоты. После установки обязательно проверьте, чтобы обдув не был ниже сопла. Иначе будет цепляться за деталь. Для более эффективной работы рекомендую воспользоваться термофеном или обычным феном для волос. Подогрев концы обдува аккуратно выгибаем их вовнутрь, чтобы поток воздуха дул не на сопло, а на деталь. Таким образом мы получим самую максимально эффективную работу нашего обдува. Чтобы наш филамент не поломался в процессе подачи, я спроектировал направляющий механизм, в который мы вставляем плотно кусок тефлона. Ну а само устройство будет крепиться к профилю. Его задача направлять филамент, чтобы он нигде не запутался и не сломался, так как угол слишком большой. Но это временная затея, так как я планирую поставить вместо него второй шаговый двигатель с экструдером МК-8, который будет повторять все действия основного директа. Тем самым мы сможем организовать более плавную подачу филамента без критических натяжений и перегибов. Ну и как всегда немного тестовой печати. Калибровочный куб был напечатан пластиком ПЛА на скорости 80 мм в секунду, с жерками 20 и ускорениями 3000, что в принципе недостижимо даже для Эндера 3. Кораблик Бенча напечатан с такими же параметрами в масштабе 80% от реальной величины. Укладка слоев получилась ровной и без косяков. Подложка прочная, не рассыпается, все надписи хорошо видны. Ну и самое главное нет проблем с откатами. По рекомендации друга распечатал елку в режиме вазы в полном масштабе. При этом скорость печати внешних стенок поставил фактическую 80 мм в секунду, что достаточно много для чистовой печати. Но несмотря на это все грани получились ровными, а ребра точными без наплывов и эхо. Да и в целом геометрия детали очень порадовала, так что есть предпосылки для дальнейших тестирований, как скорости, так и качества. Для своей любимой дочки распечатал гибкую акулу. Пластик использовал также PLA. Заполнение, правда, поставил маленькое, 20%. Но все равно деталь получилась весьма хорошо. Все узлы модели работают без заеданий. Точность печати также отличная. В следующий раз мы проведем более детальный тест времени печати и качества. Ну а сейчас давайте подведем итог. Разве можно сказать, что этот принтер спроектирован и собран на балконе гуманитарием, без посторонней помощи? Ведь со стороны он выглядит как покупной. В этот момент на меня нахлынуло даже небольшое чувство гордости за проделанную работу. Ведь я доказал себе в первую очередь, что я смогу это сделать. А значит любой из вас также сможет. Самое главное отличие от покупного принтера в том, что вы собираете его сами. Используйте лучшие детали, не привязаны к гарантийным обязательствам и уникальности комплектующих. Знаете каждый узел своего девайса. А значит можете вносить любые корректировки и модернизации. При этом конструкция корпуса и каркаса дает высокую жесткость, надежность и практичность. Ну и конечно немалый вес в 50 кг, который избавит вас от вибраций при печати. Вот таким я видел свой принтер мечты и таким его и собрал. Ссылку на смету и все нужные файлы по прошивке принтера, порезке гибки металла, раскройке акрила я выложу под видео в описании. Я не сторонник донатов, но если у вас есть желание финансово помочь в развитии канала, то просто выберите в моем магазине Чуча ТВ какой-нибудь полезный девайс для себя. Тем самым вы фактически проспонсируете новый проект, о котором я расскажу уже в следующем видео обзоре. Если это видео оказалось вам полезным и интересным, поставьте лайк, подпишитесь на канал. А с вами был Макс. Искренне до новых встреч. Пока.